Адаптивная физическая культура Адаптивная физическая культура Эдуард, расскажите о вашем отделении Мы сейчас говорим конкретно про адаптивное плавание Сколько детей занимается, с какого возраста эти дети приходят Ну, кто конкретно к вам приходит? С момента открытия нового бассейна, это сентябрь 2011 года Соответственно, у нас юбилей 10 лет Открылось отделение плавания адаптивной физической культуры Дети с 7 лет набираются в группу То есть на данный момент у меня 3 группы Общее количество 22 ребенка И у них у всех ограниченные возможности здоровья? Часть детей со статусом инвалид Ребенок инвалид Часть детей со статусом ОВЗ Ограниченное состояние здоровья В чем принципиальная разница по программам обучения? То есть есть какие-то такие нюансы, которые вот тренер по адаптивной физической культуре Применяет в своей методике? Ну, в отличие от занятия с детьми, с дорогами, так сказать Нельзя говорить Ну, без Отличие есть То есть очень большое внимание на непрерывность физической и спортивной подготовки То есть в структуре адаптивной физической культуры означает Это сохранение потребностей в движении Которое потом перельется плавно в учебный тренировочный процесс В образовательный процесс И далее уже в движение В повседневной жизни деятельность И на работе, на предприятии То есть спорт на всю жизнь А на что делаете акцент тренировка? Так как большое количество детей Это с проблемой опорного двигательного аппарата То есть у нас направление на реабилитацию и адаптацию Вот в этом плане Ну, есть какие-то вот упражнения, да, отличные от тех? Естественно, естественно Многие дети не могут выполнить определенные движения и упражнения на суше Из-за проблем со здоровьем Соответственно, в воде они эти упражнения выполняют Потому что, как бы, вода дает такое давление, сопротивление Они эти упражнения выполняют Ну, то есть по программе, как бы, меньше упражнений на суше и больше упражнений в воде Ну, в зависимости от этапа подготовки На начальном этапе подготовки Там превалирует занятие на суше Вот, а дальше ближе к тренировочным процессам То есть там процент нахождения на воде и выполнение специальных упражнений повышается А почему именно плавание лучше подходит таким вот деткам? Ну, потому что в повседневной жизни и деятельности у них проблемы с костным аппаратом С мышечной системой, с суставами И в воде они начинают, как бы, расслабляться мышцы И некоторые упражнения выполняются Выполняются А как вообще занятия сказываются на их здоровье? Что в итоге получаем? Как долго процесс занимает? Так, ну, если посмотреть динамику развития То и в плане физическом развития В плане развития успеха в школе То есть огромный скачок И не только в плане физического развития Но в плане, там, некоторые дети Посещая бассейн, общаясь То есть, как бы, идет социальная интеграция Они посещают другие игрушки Там, поют, рисуют Сейчас вот у меня есть детки Которые ходят не особо хорошо Но уже начинают ездить на велосипеде А как долго вообще вот этот процесс занимает? Ну что, как долго, через какое время Родитель сможет увидеть результат? По-разному То есть некоторые дети могут 2, 3, 4 года Не показывать результат Некоторые начинают сразу показывать результат Ну, первый результат Это то, что ребенок пришел И начал заниматься спортом Какие-то в дополнение занятия есть? В дополнение к плаванию? Ну, возможно, куда-то еще ходить? Да, да У меня детки посещают другие секции Дети, вот вы сказали, приходят с 7 лет А они могут не уметь плавать? То есть они у вас учатся? Они могут вообще, точнее, правильно сказать Они приходят некоторые с сопровождением родителей То есть они не могут передвигаться Без сопровождения взрослых Ну, то есть это инвалид-колясочники? Это не колясочники Это детки ДЦП Ну, пример, вот в 11-м году 11-12 год у меня мальчишка Я с ним 7 или 8 месяцев Сам находился в воде Сейчас он многократный чемпион области По плаванию среди детей инвалидов То есть сам передвигается Играет в баскетбол Ходит в тренажерный зал Хорошо учится В тренажерный зал даже? Да Данила Лебедь Здорово А есть ли у вас дети, которые Занимаются, вот у них проблемы Не только с физическим здоровьем Еще и, возможно, аутисты? Так, вот аутистов нет Но с задержкой психического развития Тоже есть такие детки Как к ним находите подход? Ну, к ним индивидуальный подход Вот, по программе, по методике Ну, подход есть ко всем Успехи есть у всех деток А сколько, в принципе, вот в группе детей занимаются? Вот, на данный момент в группе В тренировочной группе 6 человек Это все дети со статусом инвалид Еще две группы по 8 человек Вот, ну, то есть, как бы не более 10 человек Согласно программе Ну, это определенный негатив Да, 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 по федеральным стандартам Но ведь каждый ребенок из этой группы Он, к нему действительно нужен свой подход Как вы вообще умудряетесь найти его? Умудряемся, стараемся Большая помощь от коллег То есть, они принимают тоже часть От руководства И плюс, все условия созданы на данный момент Вот, в нашем бассейне Для занятия с такими детками Какие условия? Ну, начиная от Отдельной раздевалки У нас для мальчиков, для девочек Отдельный есть вход Дальше Постоянный медицинский контроль Оборудование пандус В бассейне у нас отдельная дорожка Выделена оборудованием поручнями Специальный подъемник Ну, то есть, по сути, доступная среда Доступная среда Когда ребенок первый раз Первые разы приходит на занятия Вот, к чему родителю нужно быть готовым? С какими сложностями он может столкнуться? Какие-нибудь вообще расскажите Как вообще-то все происходит? На данный момент Вот У нас Очень хорошо Вот, на территории нашего стадиона Все остальные дети воспринимают Наших особенных детей Хотя Вот, поначалу Это одиннадцатый-двенадцатый год У всех были такие интересные взгляды Шептались Подходили, спрашивали А что, почему он плохо ходит? Но, когда они узнали Что детки особенные Что они такие же спортсмены И такие же результаты Соответственно, на соревнованиях Они выполняют разряды Они привозят грамоты и медали Вот, на данный момент Они полностью социализируются У нас вот В нашем городе Ну и, в принципе, вот Ведет мама своего ребенка инвалида Ну, как вообще ей быть? К чему быть готовыми? Нужно ли заранее пообщаться с вами? Познакомить ребенка? Мама, которая ведет ребенка С семи лет инвалида Она уже ко всему готова То есть она в течение семи дней Двадцать четыре часа в сутки Семь дней в неделю Она постоянно с ним Молодцы родители Ответственные родители Очень подготовленные И совместно работают Тренер ребенок и родитель Соответственно, получается Ну, хороший результат На выходе А дети, которые приходят Они тоже мотивированы заниматься? Ну, начнем с того Что в семь лет У них немножко в игровой форме То есть они Многие первый раз сошли в воду Многие им поиграть Это уже дальше К десяти-двенадцати годам Им хочется видеть Свои результаты А если ребенок боится воды? Ну, процентов Восемьдесят Они боятся воды Как этот страх преодолеть? Все по методике Вот вы сказали Уже существует Десять лет Это отделение Адаптивной физической культуры Я так понимаю Вы часто участвуете В соревнованиях Куда-то выезжаете Да, у нас Мы начинаем Начали соревновательную Нашу практику У нас в городе У нас два раза в год Соревнования проходят В молодежном центре Там тоже есть Такое отделение А уже дальше С пятнадцатого года Мы выступаем На областных соревнованиях То есть это у нас Проходит в Дзержинске Соревнования по Плаванию Спортсменов-инвалидов И соответственно Мы С пятнадцатого года Все соревнования Обязательно Все наши дети В призах Выполняют разряды Сейчас на данный момент Есть и взрослые Спортивные разряды И призовые места Вот спортивные разряды Как-то отличаются От обычных спортивных Да, там отдельная таблица Классификация По классу здоровья И соответственно Нормативы совершенно другие Дети, которые побеждают На Дзержинске На этих областных соревнованиях Дальше есть какой-то путь наверх? Путь есть Мы стремимся Отбор на Россию Какие-то были уже успехи? Пока нет Но мы уже близко То есть там В прошлом раз соревнования Мы набирались на Россию С первым взрослым разрядом У меня девочка выполнила Второй взрослый разряд Не хватило Две секунды до первого То есть Много у вас таких детей Которые возможно В будущем станут чемпионами? Все хотят Хотят все То есть не приходится так Нет, нет, нет Они мотивированы Расскажите о детях Которые достигли успехов Вы уже упомянули Одного ученика В тренировочной группе Сейчас у меня шесть детей Две девочки И четыре мальчика Участвуют все На соревнованиях выездных И все в разных дистанциях Все находятся в призах Пандемия как-то сказалась На всем этом Тренировочном процессе Пандемия сказалась На всем Но я выше говорил Что Принцип непрерывности Если допустим Спортсмен Провел сборы И есть небольшая пауза То У наших деток Пауз не должно быть И вот в пандемию У нас были видео Уроки Постоянно Снимали Видеоотчеты Прислали Я прислал им задания И они отчитывались Родители контролировали Ну то есть Они в ванне Выполняли У многих детей Дома Комната оборудована Спортивным инвентарем Потому что им нужно Постоянно Постоянно Заниматься Ну а когда вернулись К очному обучению Насколько быстро Удалось догнать Вот прешние результаты У нас Мы После пандемии В 2020 году Осенью Да Мы вышли И у нас были соревнования Онлайн Онлайн Вы спросите Что это такое Да Соревнования по плаванию Чемпионата области И первенства Онлайн То есть В бассейне Дельфин Мы При помощи коллег Были Судейская коллегия Мы На видео снимали Заплыв Без дублей Без всего Мы отсылали То есть там Соответственно Время замеряли Все То есть Как бы даже такое У нас было Какие результаты Хорошие А уже В 2021 году Мы поехали На соревнования Они Улучшили все результаты То есть Подтвердили И улучшили А это Сложно Выезжать С детьми С ОВЗ На соревнования Да Потому что На Каждого ребенка Зарешается По правилам Соревнования Сопровождающий Но я Стараюсь В последнее время Минимизировать У нас Один родитель Я и остальные дети И справляете Справляемся Они Очень Дисциплинированные Замечательные дети То есть Передвижение В транспортном Средстве Гостиниц Передвижение К месту Проведения Соревнований Нахождение То есть Ребятки Молодцы Но вы ездите Только в Дзержинске Я правильно понимаю? Пока в Дзержинске У нас Вот на областном уровне Пока Дзержинске А летом Тренировочный процесс Не останавливается? Летом Тренировочный процесс Не останавливается У нас Вот Этим летом Прошли Сборы Две смены Спортивных сборов На территории Что это предполагало? Прекрасное Время провождения Две тренировки Но это в школе Кар? Это да Спортивной школе Кар А на новый учебный год У вас какие планы? Планов на самом деле Очень много Опять же Будем стараться Отбираться на Соревнования Российского уровня Как вы считаете В Сорове Созданы все условия Для занятий Спортом Детей с ОВЗ Или может быть Чего-то не хватает? Есть какие-то пожелания? Чтобы вот вы Как тренер Который уже много лет Работает с такими детками Хотели бы видеть В нашем городе? Вы знаете Я вот В отпуске был В многих местах Общался С людьми Не в каждом городе Такая доступная среда Как у нас Начинал общаться Тоже с тренерами Со специалистами В разных сферах Я говорил о своем городе Кивали головой Удивлялись То есть в других городах Все гораздо хуже? Ну вот В 12-13 году Выезжали в Балахну На соревнованиях По здоровым детям Там подъемников Еще даже в ФОКах Не было подъемников А у нас уже стоялось В момент открытия Рассказы Как детям С ОВЗ Попасть в вашу группу? Для того Чтобы попасть В нашу группу Необходимо прийти К бассейн Чтобы были Чтобы отсутствовали Медицинские противопоказания Потому что сейчас Достаточно большой Пакет документов Собирается Для зачисления детей Вот Для учебно-тренировочного процесса В отделение плавания Вот деток с ОВЗ На улице Я их собираю Вот у меня Здесь вот мальчик ходит Но они меня кидают До сих пор с бабушкой Потому что я их пугаю Мальчик на костылях ходит И бабушка То есть он без ноги И я подхожу к ним где-то Я говорю Здравствуйте, здрасте Я тренер На-на-на-на Иди отсюда Там Чуть ли не костылем Девочка Вот сейчас Я ее Она в 20-й школе Мы едем с женой на машине Я смотрю Она так Еле идет к остановке Я жене говорю Иди подойди Дай телефон Потому что я подойду С лысой дядькой Подошел к ребенку Я И через пять Мама звонит Так испуган А вы кто? А мы не разрешаем Ребенку Я вот объяснил ситуацию Сейчас приходит Вот она у меня уже Четвертый или пятый год Плавает Снимается То есть не все Еще знают Что есть такое Отделение Не все знают Но желающих много Сейчас У нас сейчас Система навигаторов Появилась Мы сейчас Данные все выбрасываем Сейчас звонят Нам шесть лет Нам пять лет А рано еще Очень много в городе На самом деле А почему только семи у вас? Ну я думаю Эту программу Разрабатывали Неглупые профессоры Соответственно Там Наличие Соматических заболеваний Наличие Вот это развитие Потому что Как бы Все равно Два-три года Они задержатся В развитии Ну а вы Рекомендуете Все-таки Не с нуля Приходить к вам А хоть какое-то Представление о воде Иметь? Есть родители Которые С трех лет По всем поликлиникам По всем санаториям Везде-везде-везде-везде А есть просто Вот он пришел Мы плавать не умеем А какие могут быть Противопоказания? Ну это Врач определяет Лечащий врач Плюс спортивный врач Это сердечно-сосудистые Заболевания И прочее Ну в принципе Они есть И какой-то процент детей Все-таки С УВЗ Не может заниматься Плаванием Несмотря на то Что плавание Это самый такой Адаптивный вид спорта А вы помимо того Что Как бы тренер Вы еще и знаете Язык жестов Ну По минимуму Мы знаем все это дело Ну то есть Обязаны знать? Ну не обязаны Но Знаем Хотя У нас делятся У нас они По зрению По слуху По опорной двигательной системе И ментальные инвалиды А вы Единственный тренер Кто с ним работает Нет У нас в молодежном центре В бассейне Да А у нас в молодежном центре Еще есть Такое Направление Там тоже ребята Замимаются Там у нас Бадминтон Спорт глухих И Соответственно Плавание А как проходят Вот эти городские соревнования В молодежном центре О которых вы рассказывали У нас Один раз в год Соревнования И один раз в год Веселый старт На воде Веселый старт На сушу У нас проходит Городские соревнования Это какие-то отборочные Для областных Или Нет Это просто у нас Традиционные соревнования Какие успехи Ваших спортсменов там? Ну Призовые места Давайте поговорим Немного про Вы же занимаетесь Детьми Не СОВЗ Я так понимаю Да Да У нас Тоже есть Программа Обучения В плавании Кто к вам приходит Какого возраста На что делаете упор? Возраст 6 лет По программе 36 занятий Либо другая программа Которая рассчитана На весь учебный год То есть Обучение Плавания Детей Ну то есть Либо летние курсы Либо полноценный Учебный год Да Вот Как мотивировать ребенка Прийти к вам И начать заниматься Спортом? Ну Если Дети Не были в спортивных лагерях То они наверное летом Проводили время Смотрели Олимпийские игры После Олимпиады Очень много Желающих Посещать Различные Секции По всем Видом Спорта А когда лучше Ребенка отдавать Спорт? Шесть лет Ну это понятно У вас с шести лет Начало обучения Плаванию Нет Многие родители Многие родители Я и сам Где-то с трех с половиной Четырех лет Начал Начал заниматься Со своим ребенком Вот И уже к пяти годам Пять Пять с половиной Уже можно определить Желание ребенка На посещение Какой-то секции А как вы считаете Нужно ли учитывать Желание ребенка? То есть допустим Ну допустим Я считаю Что плавание Это прекрасно И это полезно Для жизни Скажем так Но ребенок хочет Заниматься Например футболом Как совместить? Ко мне привели мальчика После случая То есть мальчик Тоже особенный Он был с папой На рыбалке И случайно Упал в воду То есть берег Оборвался Он упал в воду Еле его спасли А так как мальчик С задержкой развития Родители сами Не могли его Научить плавать И сейчас Он плавает То есть я считаю Плавание Это естественный навык То есть он необходим Всем А уже дальше Остальные виды спорта Ну то есть нужно Объяснить Что окей Ты не станешь Чемпионом области Но хотя бы Умение держаться на воде Выплатить Минимально То есть умение держаться на воде Далее уж Если они будут постарше Это оказание первой помощи Это спасение утопающего То есть это вот Жизненно важный навык Я считаю То есть у вас учат еще и Как оказывать первую помощь Согласно программе Естественно Даже с маленькими Шестилетами Ну с маленькими нет Это уже дальше Когда они там В группе начальной подготовки В тренировочных группах А как они из группы начальной подготовки Переходят дальше Согласно программе Они проходят этапы подготовки Выполняют нормативы Сдают экзамены И соответственно В результате выполнения экзаменов Они переходят на год старше На год старше Но не все дети могут сдать Эти нормативы Таким образом Ну не все Не все дети могут сдать Но нормативы Нормативы Строгие Но не особо жесткие То есть они выполнимые Но они сдают Я так понимаю Не только плавательную технику Но еще и какие-то физические Суши обязательно Общая физическая подготовка на суше То есть очелоночный бег Бросок на бедного мяча Прыжки, наклоны, выкруты И соответственно техника плавания А кто сдаст Скажем так Что важно Усидчивость Стремление к чему-то Или физические качества какие-то Здесь не угадаешь На самом деле То есть в зависимости От группы подготовки Точнее от этапа подготовки Во-первых Результат выполнения нормативов Он различается у мальчиков У девочек В соответствии с развитием Также и результаты на соревнованиях Некоторые усидчивые дети Могут очень хорошо выступить На соревнованиях А некоторые Спыльчивые Ну такие активно Они могут просто перегореть Перед соревнованиями И Недостаточно хорошо А когда ребенок к вам приходит Вы сразу видите Что у него получится Ну может быть не стать чемпионом Но достичь каких-то успехов Детки которые приходят ко мне Они по-другому не могут То есть они Обязательно что-нибудь выполнят Ну то есть вы как тренер Мотивированы чтобы они достигали успеха Да А как вы считаете Мы не берем детей с ОВЗ Но мы берем детей Которые не имеют проблем с второем Соревнования важны для них? Естественно Ну то есть выяснить соревнования Это важно? Естественно То есть Ну они готовятся к соревнованиям Постоянно занимаются В группах Даже городские соревнования Некоторым спортсменам уже На более высоком уровне И недостаточно интересные У них уже формируются соперники Из других спортивных команд Из других городов Соответственно Вот у них Ну мотивация совсем другая Плавный такой вид спорта На мой взгляд Достаточно Однообразный Скажем так Ну приходит ребенок на тренировки Да ему дают там 25 бассейнов Туда-обратно Вот как поддерживать Интерес ребенка Это работа тренера Ну то есть Как-то все-таки Можно мотивировать Чтобы ребенок ходил 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 Что ж Благодарю вас за интервью С нами был Эдуард Вешкин Тренер отделения плавния Спортивной школы ИКАР Субтитры подогнал «Симон»